Дим Димыч. Эх, ну как же так, Дим Димыч. Автор Василий Тихоновец. Дима Подволоцкий уже десяток лет безуспешно выбирался домой, в родную Пермскую область. Но денег хватало только до Иркутска. Сразу после промысла он сдавал меньшую часть пушнины приемщику Валерке, который буквально обнюхивал каждую соболиную шкурку и, наверное, из чисто профессиональной подозрительности шмыгал носом и нервно дергал головой. И головой он дергал и носом, шмыгал совсем не зря. Эвенки, которые считали промысел на Соболя делом далеко не самым важным, даже и не пытались обмануть приемщика. А если это и случалось, то Валера быстро их разоблачал и стыдил, как стыдит нашкалдившего ребенка, его строгий родитель. Именно так. Но русские охотники ухутрялись зашивать шкурки, даже разорванные пополам. Да так чисто и качественно это делали, что почти даже не оставалось и следов, снижающих оплату их труда. Эти мужики могли бы озолотиться на починке женских капроновых чулок или колготок. Особенно в те времена, когда достать их было не менее сложно, чем поймать Соболя в Африке. Никто, конечно же, не рвал Соболей специально. Это, кстати, не так-то и просто. Но бывало, что собаки хватали в азарте уже подстрельного зверька и тащили его в разные стороны. Разрывали. При этом на брюшке обмусоленная Соболья шубка рвалась, и ее приходилось зашивать. Некоторым чудакам просто не терпелось вывернуть пересохшую шкурку мехом наружу, чтобы прикинуть, насколько же она потянет в рублях и в копейках. Ума у них не хватало подержать шкурку на морозе, а потом занести в зимовье и выворачивая ее себе на доброе здоровье. Иногда охотнику приходилось незаметно вырезать так называемую лысину на самом видном месте у Соболя, попавшего в капкан и подстриженного мышами. Подготовка пушнины к сдаче приемщику – это целый процесс. Целая наука. Дима дорабатывал шкурки, как и все уважающие себя охотники. С помощью чистого питьевого спирта, специальной расчески, ваты и банки маринованных огурцов. Из меха с помощью расчески, ваты и спирта вычесывалась вся засохшая кровь, смола и прочая гадость. Шкурки становились пушистыми, и с ними было уже просто жалко расставаться за те копейки, которые платило скупое государство. На доработку, правда, уходило не меньше трех дней. Но огурцов обычно хватало. А похмелившись рассольником, точнее маринадом, Дима сдавал Соболей и уже знал точно, сколько денег получит за пушнину. Сколько и где можно перехватить на время, пока не выплатят ему уже основную сумму. С этого момента Дима и начинал собираться в отпуск. Большая часть Соболей, между нами говоря, оставалась в заначке. Ну так, на всякий случай. Где и как хранились шкурки, сколько их там, об этом знал только сам Дима. Сам Дим Димыч. Но для начала Димыч позволял себе отдохнуть и, как он говорил, немного попить. Совсем немножко. Немножко попить. А как же без этого? Без этого никуда. В первый месяц после промысла, после промысла мужиков, не загружали работой. Четыре месяца подряд они были привязаны к провонявшим приманкой зимовьям. К далекому лаю собак, к бесконечной лыжне от капкана к капкану. Мужиков тянуло к Собольим шкуркам, от которых исходил сытный запах шальных денег. И свободы. Может быть, это и можно назвать свободой. Но чем же в таком случае является обыкновенная каторга? А? Мужики об этом, конечно, думали. Но отдельно про свободу, когда при деньгах в тепле и за столом. И отдельно про каторгу, когда тянешь нарту. Стоять на месте холод не дает. И есть хочется. А нечего. Свободу и каторгу между собой никто не связывал. Потому что насильно никого в тайгу не гнали. Никого. Даже наоборот. Попасть на промысел мог не каждый. Далеко не каждый. К поселку привязывало многое. Жены, дети, хозяйство, как без него. Постоянный заработок, дрова, то сено накосить надо, то коровы, то да сё и сё понемножку. Может быть, драгоценные шкурки только оправдание и тщательная маскировка жажды приключений и подвигов, сохранившиеся у очень немногих людей. Не все же лезут в тайгу или на вершины гор. Это нужно только тебе, Дим Димычу и немногим другим, таким же ненормальным, как и ты. Но вот ты попал в тайгу. Ты попал. Уже показал своё жёлтое брюхо вертолёт, и тебе хотелось уцепиться за его колёса, чтобы улететь назад туда, в привычное тебе тепло. А тут тишина. Скоро она перестанет тебя угнетать, и ты привыкнешь. Ты привыкнешь быть единственным источником человеческой речи и человеческих звуков на десятки километров вокруг. Это ты прислушиваешься к странному шороху рядом с тобой. Сдерживаешь дыхание, а потом понимаешь, что это шуршит пар от твоего дыхания, мгновенно превращаясь в маленькие льдинки. Ты идущий по Тунгусской зимней тайге, этому небритому и седому затылку земли. Конечно, даже и не подозреваешь, что свобода наступает только после жизни. И не задаёшь себе вопрос, а на кой чёрт тебе вообще нужна вот эта свобода после, а? Я должен быть сейчас свободен, а не тогда, когда меня не станет. Ведь так ведь? И скрипят юксы широких лыж. Ты пока ещё живёшь, раздвигаешься. И не просто живёшь, а вкалываешь, наяриваешь, ещё как. Жопа в мыле, голова в цветах, как говорится. Лишь бы прожить, правильно? Работаешь для того, чтобы выжить и прийти не с пустыми руками домой. Ты должен иметь всё, всё, что умели делать люди сто лет назад. Строить, шить одежду и обувь, печь хлеб. А как же? Обязательно. Делать лыжи. Ну а как же без этого? Ты должен уметь делать и то, чего не умели делать люди сто лет назад. Быстро ловить соболя. Потому что в твоём распоряжении всего 120 коротких зимних дней. Это промысловый сезон, который обязательно закончится. И вот, после выпитой напоследок трёхлитровой банки барашки, после потных и похмельных километров выхода из тайги, ты приближаешься к иллюзии настоящей жизни. Жизни среди людей. Ты мечтаешь снять с себя вот эту всю липкую одежду, помыться в бане, босиком пройти по тёплому полу в своей просторной избушке, сесть за стол в чистой рубахе и свежих армейских кальсонах с завязочками. А рядом должна быть тёплая и мягкая женщина, которая смотрит на тебя с восхищением, с жалостью и со страхом, таким сладким после долгой разлуки. И ты медленно-медленно так с растяжечкой закусываешь холодную водочку солёной капустой с грибочками. Но ни в коем случае на столе не должно быть силоса, всяких там салатов вот этих с винегретами. Не. Всё должно быть отдельно. Солёные и хрустящие огурчики, маринованные помидорчики и крупно порезанный солёный сик. Рассыпчатая картошечка и душистый белый хлеб, который можно даже не есть, а так только вдыхать его запах. После первой рюмки ты закуриваешь продутую и размятую беломорину. А твоя женщина в это время заносит из сеней в избушку заиндивевшую печёнку. А что может быть лучше строганины из лосиной печени с чёрным молотым перцем и солью? А? О-о-о! Строганинка! После второй пузатенькой и запотевшей рюмки она просто тает во рту, как солёный шоколад. Женщина морщится и думает про тебя. Боже мой! Он же совсем одичал. А похудел-то как? Вообще смотреть страшно. Она поёживается от этих невольных и глупых мыслей и робко трогает тебя за руку, чтобы убедиться, что это та самая рука, которая может не только убивать и снимать шкурки. Ты вздрагиваешь от этого прикосновения, потому что ты ещё не совсем ты. Ты к этому не привык. Ты ведь совсем отвык уже от этого. А на самом деле ты ещё даже и не вернулся. Ты ещё дикий зверь, самый опасный для всего, что ещё шевелится в этой промороженной тайге. Тебе и самому страшно и непонятно. А что же будет дальше? Что будет, когда закончится очередная непривычная после мохорки папироса? Что произойдёт, когда нужно будет встретиться с этой уже почти незнакомой тебе женщиной в такой невыносимой близости, что сердце может выпрыгнуть прямо из груди и убежать где-то туда, на мороз? Всё, что случится потом, зависит только от мудрости и терпения. И терпения твоей женщины, которой ещё предстоит или вновь приручить тебя, или оттолкнуть. У Дим Димыча не имелось в наличии ни избушки с женщиной и тёплым полом, ни свежих кольсон с завязками, ни грибочков с водочкой. Были у него только сыроватые папиросы волна и пустая, холодная избушка. Никто не плакал в подушку бесконечными ночами, никто не переживал за Димыча в те дни, когда весь спирт в термометре помещался в шарике ниже температурной шкалы. Ждал его разве что только приёмщик пушнины Валерка, который только подёргивал носом на нервной почве. Ждал его замученной жизнью и от этого толстый и потеющий даже в морозные дни директор промхоза, которому на самом деле не нужен ни Дима Подволоцкий, ни Васька Погодаев, ни другие никакие охотники. Для директора ведь главное что? План. Только план. Всё должно идти по плану. Но до райцентра, где за пушнину давали деньги, приходилось идти ещё 120 километров пешком. Да ещё и по нартовой дороге. Это, с позволения сказать, дорога вырабатывала красивую походку манекенщицы. Но выматывала она ещё хуже лыжни. Дорога получалась так. Бежит пара оленей, а за ними тащится нарта. У пряжек может быть и одна, и даже несколько. Полозья нарт идут точно по следу каждого оленя. Между ними и рядом с ними совсем нетронутый снег. Идти можно только по одному следу от полоза, то есть по узкой-узкой колее. Шаг вправо, шаг влево, и ты проваливаешься по колено. Как говорится, расстрел. И так, что 20 километров по одной струнке надо идти. Димина избушка в деревне мало отличалась от зимовьей в тайге. Она стояла около деревенской бани, на берегу самой обыкновенной таёжной реки, красоту которой можно разглядеть только очень и очень внимательно присмотревшись. Река жила чисто по-женски, разливалась и мелела, размывала берега и незаметно изменяла русло, петляла и изворачивалась, и даже текла иногда в обратную сторону, если не могла пробить своими упрямыми водами какой-нибудь ещё более упрямый скальный массив. Точно как женщина. Туда-сюда, но своё находит. Она казалась тихой и спокойной, без ревущих порогов и грохочущих водопадов. Ворчала потихоньку только на редких шиверах, но сразу же умолкала на застывших зеркальных плёсах. Она превратила свои берега в непроходимые, забитые таёжным хламом и заросшие колючим шиповником наволоки, чтобы людям неповадно было совать свой нос в женские дела обыкновенной таёжной речки. Вот так вот. Бывают такие невзрачные и неприступные на вид женщины? Ведь бывают. В серых и бесформенных одеждах они все одеты, и что там у них под одеждами узнают только редкие счастливчики, но при этом всю оставшуюся жизнь радуются и помалкивают, боятся вспугнуть свою удачу. Зимой река выглядела застывшей покойницей, покрытой толстым многослойным льдом. В печальном обравлении чёрных елей и могучих голых лиственниц по берегам. Но вновь наступила весна, и река оживала. Мусор и помои, которые вся деревня сваливала под берег, уносились буйной водой и льдом. Лиственницы покрывались пушистой и жизнерадостной зеленью. И даже угрюмые ели выпускали нежные побеги на каждой своей колючей и пережившей лютые морозы лапе. Деревья оживали, конечно же, не сразу, но оживали. Казалось, что они промёрзли до последней своей сердцевинной клеточки и никогда уже не проснутся. Не пробуждал их настойчивый стук дятлов, не помогал хохот обезумевших от весны куропаток. Прилетевшие кукушки нудно отсчитывали кому-то бесконечную жизнь. Но деревья терпеливо ждали своего срока. Они долго впитывали солнечный свет и гнали его к корням в вечную мерзлоту. Но однажды утром возникало над берёзами и осинами необъятными лиственницами и зарослями тальника зеленоватая дымка. И все сразу понимали, что зима наконец ушла. Дим Димыч выходил с промысла в свою деревенскую берлогу задолго до того, как река оживала. Мылся, конечно, в деревенской общей бане, угощался по чужим домам свежей брагой, так как ни спирта, ни водки в деревне к этому времени уже не оставалось. Всё, что приходило с баржей северного завоза, выпивалось ещё до осени. На любого живущего, независимо от возраста и пристрастий, приходилось всего по три ящика водки и по пять ящиков красного вина. Вино следовало непременно выпить до морозов, иначе на холодном складе бутылки просто разрывались, и вино пришлось бы уже не пить, а есть кусками, как мармеладки или леденцы. А там же стекло, поправ перебери. водка заканчивалась так же незаметно к сентябрю. Потом в дело шёл сахар и десять мешков сухих дрожжей на брагу. Пили в деревне брашку, потому что терпения не хватало перегонять её на самогон. Спирт подвозили вертолётом, но только к выборам или к каким-то праздникам. Ну, а весной заканчивался уже и сахар, и дрожжи. Деревенская жизнь теряла всякий смысл и непредсказуемость. Ну, и после выпивки, как говорится, ну, за выход из тайги, Димыч имел короткую и не приносящую особой радости связь с Кларкой, симпатичной одинокой бабой. Слишком высокой для того, чтобы относить себя к обычно низкорослым эвенкийским женщинам. Но лицом уж точно не русским, правда, и не вполне эвенкийским. Она снисходительно с пониманием первобытной женщины относилась к мужским притязаниям и по мере возможности утешала любого страждущего. У нее это получалось так же естественно и просто, как оказание первой помощи путнику, вошедшему в дверь ее дома. Первым делом отодрать примесшую к подевке суконную куртку, а потом налить ему кружку чая и раскурить папиросу, пока он отогревает у печки задубевшие свои руки и снимает с бороды и усов куски льда. И все это без дурацких расспросов и вопросов. Любовью она занималась так же деловито и безо всяких фокусов. Русские мужики, живущие в деревне, во время любой пьянки говорили между собой о Кларке только гадости. Одни гадости только говорили. И никто из них даже не признавал, что бывал с ней и не раз. Но Клара ничего этого как будто и не слышала и от одиночества вовсе не страдала. Всегда находился затасковавший без женского участия мужик, которого Клара жалеючи принимала. Дим Димыч вернувшись с промысла тоже отмечался у Клары. С грустью он вспоминал свою собственную пышнотелую бабу из совсем другой жизни. От Кларки не услышишь глупых слов о любви, не дождешься горячих слез или бессмысленных обвинений во всех прошлых еще предстоящих изменах. Не получалось с ней всего того, что очеловечивает близость мужчины и женщины. Любовь с Кларой напоминала долгий путь по натоптанной лыжне, которая все равно приведет куда-нибудь. И можно даже и не думать ни о чем, а просто себе механически двигаться, слыша то ли скрип, лыж под ногами, то ли повизгивание старой железной кровати. Димычу, наверное, так не хватало глупых слов и обжигающих слез и сладкой ревности, что становилось невыносимо жалко самого себя. Он плакал, а Клара понимающаяся запела и помогала ему всем телом, чувствуя как-то по-своему и свое предназначение и причину его слез. В самом конце совместного пути Клара по зверинам рычала, а Дима облегченно засыпал буквально на несколько минут. Потом он быстро одевался и уходил, сунув под ржавый матрас шкурку Соболя. Кларка никогда и ни о чем его не просила, но и ей нужно было как-то жить. А он возвращался в свою избенку, привычно оглядывал убогую обстановку. Смотрел на нары у стены, на железную печку, на грязный стол и три ящика вместо табуреток. На столе транзисторный приемник, перебинтованный изолентой. Память о прошлогодней драке. Рядом с приемником керосиновая лампа и журнал «Новый мир», оставленный студентом-практикантом еще в позапрошлом году. Пока на печке грелся закопченный чайник, Дим Димыч лежал на нарах, курил и вспоминал все пятьдесят лет своей так странно сложившейся жизни. Жизнь как-то делилась на две неравные части. На прошлое и настоящее. Прошлое представлялось красивым и длинным-длинным. Оно начиналось еще до войны, около матери. Он почему-то помнил то ощущение безопасности, которое испытывал, когда утыкался носом в грудь этой могучей женщины. Она гладила его по голове, вытирала нос, и он затихал. Потом куда-то исчез отец, а мать с годами становилась все меньше ростом. Грудь ее высохла и перестала быть самым безопасным местом в мире. Но вокруг ширился большой город с красивыми девчонками в громыхающих трамваях, с медовым запахом резиды, с первым свиданием, с воздушной девушкой, которая, опустившись на землю, волшебным образом превратилась в его жену. Сначала Димыч удивился тому, что рядом с ним стал жить новый человек, но быстро успокоился, потому что жена оказалась похожей на его мать в молодости. У нее были такие же большие и теплые груди, и к Диме вернулось ощущение безопасности, так давно забытое. А потом как-то все пропало, все как-то сразу сломалось. Собрать все прошлые события в кучу и разложить их по полочкам Димыч уже и не пытался. Не хватало либо выпивки, либо смелости для подробного и беспощадного анализа этой жизни. А тут еще и заныла переломанная еще в прошлом году рука. Васька Погодаев по пьянке прирывновал Кларку и шарахнул Димку лиственничной жердью по голове. Дим Димыч успел подставить руку и она вот и сломалась. Фельдшерица дура царствие и небесное отравилась насмерть в этом году из-за неудачной любви. Признала в переломе то ли ушиб, то ли нарыв. Ну и сделала согревающий компресс с ихтиоловой мазью. Когда Димыч от компресса и дикой боли полез на стену, зашел ругаться по поводу разобранного в драке забора сосед дядя Вася. Он посмотрел на его посиневшую распухшую до безобразия руку и молча ушел за спиртом. Оставался у него чудом невыпитый запас в оленеводческой аптечке. Спирт правда специально подкрашен чернилами, но Дим Димычу было уже все равно отчего ему помирать. Сосед снял воняющей мазью согревающий компресс, похрустел для верности кусками костей Димыча, густо выматерився и стал накладывать шину из двух дощечек от ящика. Вот так вот. Вот теперь порадок. Давай выпьем за это. Димыч никогда не рассказывал о первой части своей жизни. Никогда. Он берег эту часть как стекло от керосиновой лампы в любом своем зимовье. Прятал эту свою жизнь за шутками и прибаутками уводил разговор в сторону как птица от своего гнезда. Для него уже давно наступила вторая отдельная часть жизни и она никак не связывалась с первой. Его многолетние таежные скитания относились им самим не к прошлому а к настоящему. Прошлое то светлое в нем или темное что знал только он сам не обсуждалось никогда и ни с кем. Он понимал что жизнь может быть только в гуще людей за столом с ледяным спиртом с мариновыми огурцами вареной картошкой и огромными кусками соленой щуки и друзьями которых в этот момент оказывается несметное количество. Ты живой пока двигаешься. Ты любишь все эти небритые рожи за столом они тебе все друзья друзьяки. Сегодня тебя вот с почтением слушают и называют тебя по имени отчеству не иначе как Дим Димыч потому что ты герой дня а завтра наступит новый день с утренним дрожанием рук и головной болью и ты опять станешь обыкновенным пятидесятилетним мужиком Димкой Подволоцким а деньги же никак деньги как пришли так и ушли на отпуск их опять не хватило и ты опять никому не нужен кроме самого себя никому сразу же не интересны все твои приключения да и вообще ты не интересен ты никому не нужен никто не знает что такое настоящее одиночество одиночество буквальное не в толпе не среди непонимающих тебя людей а когда ты просто один один одиношенник и на сотне километров вокруг тебя нет ни одного человека и тебе не на кого рассчитывать абсолютно в случае чего тебе никто не поможет и ты опять думаешь только о том чтобы хоть на один день хоть на то время пока не кончились вот эти шальные деньги стать героем дня одного единственного дня но для того чтобы оказаться за столом с ледяным спиртом маринованными огурцами с вареной картошкой и огромными кусками соленой щуки и друзьями которых в этот момент оказывается несметное количество нужно в очередной раз пройти через каторгу промысла и вот спрашивается зачем для чего все это на этом и заканчивается аудиорассказ ну а действительно зачем что самое удивительное людям которые действительно в этой ситуации находятся когда у тебя все есть у тебя и друзей куча и когда ты им это говоришь я не раз это замечал они не хотят тебя просто слушать вот такая правда жизни они не хотят этого слушать они все думают что это все настоящее это будет всегда так они тебе никто не откажется да как же да не может быть но только придет время когда действительно что-то у тебя да случится и сама жизнь покажет кто есть кто и как правило это очень маленький процент а то и вовсе останешься один оденешенек и ты никому не будешь нужен это проверено уже на жизни не один раз когда только только у тебя какой-то успех сразу же находятся люди которым ты всегда что-то должен хотя ты никому ничего не должен а если бы ты был никто то и звали бы тебе никак и на тебя даже не посмотрели и никто бы ничего не спросил такова правда жизни ребята слушайте также и другие аудиокниги по ссылке в описании там есть плейлист называется все мои аудиокниги там целая библиотека аудиорассказов моем исполнении и я думаю вы там найдете для себя еще что-нибудь интересного не забывайте делиться аудиорассказами в соцсетях это будет наилучшая благодарность за проделанную работу под каждым видео есть кнопочка поделиться нажав на нее вы поделитесь в соцсетях поделитесь в соцсетях со своими лучшими друзьями пусть хорошие люди слушают хорошие аудиокниги ну и не забывайте подписываться чтобы не пропустить следующие новые аудиокниги проверяйте чтобы был нажат колокольчик ну а теперь как обычно услышимся увидимся в следующих аудиорассказах я уже нашел буду искать вам чего-нибудь интересненького в следующих ну пока этого ребята